Всем хайвы, в курсе сколько времени? Время узнать все про Нинтендо! И с вами сегодня рубрика Габен бы оценил, и мы снова смотрим на игры с большой скидкой, которые продаются нынче в Ешопе. Начинаем с Zombie Panic in Wonderland. Игра представляет из себя простенький в плане геймплея рельсовый шутан, все что нужно делать в котором, это отстреливать зомби. Причем нам нужно не только управлять прицелом на правый стик, но и уворачиваться с самим персонажем от вражеских снарядов. Это могу сказать довольно неудобно, так как многие зомби убирают далеко не с первого раза. Врагов на экране очень много, а успевать следить за всем что происходит просто не успеваешь. При этом можно поменять управление, чтобы двигать прицел и ходить персонажем на одну кнопку, но тогда ты очевидно не можешь передвигаться и одновременно стрелять. И это очень странное решение, как такое вообще могло прийти кому-то в голову? В игре аж 12 уровней, но мне еле-еле удалось дойти до второго. На каждом из уровней нужно уничтожить просто какую-то невероятную гору зомби, и довольно часто есть моменты, когда на экране врагов просто дохренище, и они закидывают тебя всем чем можно, ну а ты просто не успеваешь от этого увернуться. Жизни дают не часто, а конты вообще конечные, причем используя конты ты начинаешь с самого начала уровня. В целом, ну не знаю, просто это такой простой рельсовый шутерок, как по мне уж сильно затянут каждый уровень, просто надоедает защищать эту толпу одинаковых зомби. Ксио Дрифтер, очередной пиксельный платформер, пытающийся косить под метроидванию. Снова мои любимые в кавычках крупные пиксели величиной с кулак. Ну да ладно, уже с самого начала игра начинает душить, предоставляя игроку выбор из четырех планет, на трех из которых сразу же оказывается нечего делать, ведь у вас нет нужных паверапов, чтобы пройти эти планеты. Ну и на кой черт тогда вообще давать такой выбор в начале игры? Ладно бы тогда, там можно было бы на этих планетах что-то там пособирать, какую-то мелочь, поисследовать и найти тупик, и решить, что ага, тупик, значит надо исследовать другую планету. Так нет же, ты появляешься на планете, видишь яму с водой, а слева и справа от ямы сразу тупики. И что делать, зачем ты потратил время и слетал на эту планету? Непонятно. На единственной планете, которую можно исследовать, довольно быстро находится босс, который дает субмарину, позволяющую плавать под водой, с типичной физикой постоянного опускания на дно. Да и вообще, как-то эта планета с боссом у меня довольно быстро зациклилась. Неужели тут все уровни такие небольшие? А уровня вообще 4, планета это 4. Может быть, конечно, там открываются потом еще, но как-то странно все это. Еще очень хочется поругать прыжок в этой игре, которая ощущается, как будто персонаж прыгает и в какой-то момент врезается в невидимую стену сверху и тут же падает назад. Причем прыжок может быть по-разному резким, в зависимости от того, прыгаете ли вы на месте, чтобы увернуться от какого-либо снаряда вражеского или в стороны. Какой-то сильно на любителя больших пикселей платформер я бы в такое даже за такую дешевую цену играть не стал. Сокер Слеммерс. Кубический футбол 3х3, в котором можно играть вдвоем. Знаете, он напоминает такой футбол с Дэнди, который был у всех в детстве, только очень и очень примитивный. Все, что здесь можно делать, это быстро бегать, сбивать противника и таким образом отбирать у него мяч и бить поворотом с разной силой удара. Я, конечно, не знаю, как здесь программировался ИИ, но я проигрывал с любой командой со счетом 9-0 там или 10-0, 12-1, причем даже если выставлял себе максимально скилловую команду, а врагу ставил команду с низким скиллом. Мой напарник вообще себя никак не проявлял, он просто тупо бегал по полю туда-сюда. Я очень редко мог пробить вратаря. Мои удары не наносили никакого дамага ему, он просто брал руки в мяч и откидывал его, хотя вот мой вратарь в 95% случаев отлетал от вражеского мяча и, конечно же, пропускал гол. Противник у меня практически всегда на изи отбирает мяч, от моих же ударов умудряется уворачиваться каким-то самым непостижимым образом. Я сначала подумал, ну ладно, может быть, это какая-то фича игры, такая там сложность один на один, надо пойти в чемпионат попробовать поиграть, ведь в обычных играх как? На чемпионате играешь сначала против слабых команд, а потом постепенно доходишь до сильных. Ну фиг там, первые же команды в чемпионате надрали меня с разгромным счетом, а я им смог только там пару раз забить. Не знаю, как это происходит, но в этот футбол вообще просто невозможно играть. А вот Гритмания, если вам нужна спокойная человая головоломочка, вот это ваш выбор. Такие игры я люблю. Знаете, сядешь там на полчасика, подвигаешь шары. Суть игрушки простая, вам нужно двигать горизонтали и вертикали, загоняя шары на нужные места. При этом надо не забывать, что у вас двигается все поле, и расставлять шары перед передвижением горизонтали или вертикали таким образом, чтобы они занимали правильную позицию. Ну на видео, я думаю, вам видно. Сначала не очень привычно, но потом понимаешь, привыкаешь и втягиваешься. Уровней очень много, есть несколько режимов. Самый обычный в которым можно ходить бесконечно, пока не пройдешь уровень. Есть режим с ограниченными ходами, он мне понравился больше всего, и прям реально сидишь и думаешь, как расположить шары на нужных квадратах за три хода. Есть еще очень странный режим, в котором у тебя постоянно появляются шары, а тебе их нужно расположить по нескольку штук на нужных квадратах. Ну и режим, где нужно составить линию из шаров, и только тогда они исчезнут. В целом, я думаю, вы уже устали от моих слов шары и квадраты, и поняли, в чем суть головоломки, так что можно переходить в следующей игре. А дальше у нас симулятор охоты Animal Hunter Z. Здесь есть даже сюжет, нам необходимо убивать зараженных зверей, таким образом спасая планету. И не забывайте кричать каждый раз при убийстве, они хотят на нас напасть! Уж неизвестно, чем там животные заражены, но у них появляется аура, разных цветов она бывает, а еще они становятся агрессивными и могут вас задамажить. Ну а дальше вы получаете несколько оружий, причем даже гранаты, и начинаете убивать. Дело это дается, скажу я вам, очень и очень тяжело. Далеко не каждый зверь умирает с одного выстрела, ружье постоянно косит, правым стиком управлять очень неудобно, в выборе оружия, которое вам дается вообще мало смысла, так как, например, я не увидел никакого толка от мематической винтовки, потому что, чтобы из нее убить, нужно потратить просто целую гору патронов, а при этом идет время, отведенное нам на уровень. Ружье годится только для убийства птиц, в основное же время вы будете убивать больных зверей из обычной винтовки, которая является тут оптимальным оружием. А, ну да, есть еще гранаты, взрыв которых из себя представляет взрыв графония с PlayStation 1. Интересно вообще, сколько был бюджет у этой игры, если здесь такие взрывы и такая графика? Особенно я долго смеялся с медведя, ну вы только посмотрите на его модель, на то, как он замахивается лапой, чтобы ударить, на это же невозможно смотреть без смеха, больной медведь с аурой ударяет охотника. Его я, кстати, так и не понял, как задоджить, потому что в него нужно всадить два патрона с винтовки, но при этом он все равно успевает тебя ударить. Это единственная игра, которую я успел пройти за стрим, на котором играл во все эти игры, так что не рекомендовал бы вам ее, разве что с графики посмеяться хотите. Трехмерный платформер Tiny Hands Adventure расскажет нам историю про динозаврика, у которого маленькие ручки, и он отправляется в путешествие, потому что не может играть с друзьями в футбол, стоя на воротах. Что вообще? Добрая фея может ему помочь, но сначала, как обычно, запрягает его проходить уровни, даже не говоря при этом, что нужно сделать и как она вообще ему поможет с ручками. Наверное, в конце даст ему какие-нибудь огромные руки. Ну, ладно, знаете, вообще в этой игре плохо все. Это худшая игра в этом обзоре. Вот, например, взять ледяной уровень. Кто придумал сделать уровень точно такого же цвета, как и персонаж? Кругом все голубое, даже буквы старт в начале уровня. Прыжки здесь отвратительные, динозавра постоянно мотают в разные стороны и заносит, даже если он находится не на ледяном уровне. Иногда он по какой-то причине прыгает не так далеко, как надо, и тогда ты падаешь и начинаешь сначала. В каждом уровне цель сперта из крэш-бандикута. Нам нужно найти какую-то фиговину и с ней пройти уровень. Причем, я вообще не понял, что это такое. Этот красный прямоугольничек, отдаленно напоминающий драгоценный камень. Господи, ну могли бы просто сделать бы драгоценный камень, как в крэш-бандикуте. В другом уровне даже не заморочились со смертью персонажа, когда ты падаешь в пропасть. Динозаврик просто замирает внизу экрана и делает вид, что умирает. Почему нельзя было сделать, ну что он падает в пропасть? Он ведь типа упал, зачем нужна анимация смерти в таком месте, лоу? Вы что? Враги расположены совершенно отвратительным образом, ведь динозавр бьет с хвостом с небольшой задержкой, а часто нужно ударять хвостом в прыжке и это требует точного расчета. А если ты не сможешь убить врага по приземлению, то он, конечно же, убьет тебя. Но больше всего в этой игре поразил, конечно, фиолетовый наркоманский уровень с какими-то огромными лапами и прочими непонятными врагами. В общем, максимально халтурная игра, такое я бы не советовал даже по скидке брать, даже бесплатно. Ну и последняя игра на сегодня это сборник Mutant Mads Deluxe, в котором находятся аж три игры. Две из них это обычные платформеры. Я не могу ничего сказать хорошего, не могу ничего сказать ничего плохого. Это просто хорошие средненькие платформеры про чувака, который стреляет во врагов. Игры, надо сказать, отличаются сложностью. Недаром вторая часть называется Super Challenge, она ощутимо сложнее. Но в целом ты просто ходишь, убиваешь мобов, выворачиваешься от шипов, прыгаешь, стреляешь. Выглядит прикольно, управление хорошее, нет с ним никаких проблем. Никаких проблем также нет ни с прыжками, ни с хитбоксами. Играется игра вполне себе хорошо. Знаете, за такую цену, два неплохих платформера, это отличное решение, если любите такие игры. Так что, кого заинтересовало, успевайте купить. Ах, да, ну еще есть третья игра в этом сборнике. Это тетрисоподобная головоломочка, в котором вам нужно накидывать блоки, а затем разрушать их, когда выпадают шары. Выглядит как типичная убивалка времени и является приятным бонусом к платформерам. А на этом все. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось, взяли ли вы что-нибудь по скидкам, ну и, как всегда, ваши отзывы в комментариях. Подписывайтесь на мои стримы, ссылки есть в описании. Я стримлю каждый день, так что полноценный геймплей этих и других игр вы можете увидеть только там. И помните, что игры по скидкам — это весело.